В рамках операции «Безопасный район» сотрудники Республиканской госавтоинспекции продолжают выявлять нарушителей правил дорожного движения. 17 декабря рейдовое мероприятие прошло в Рамадановском, Ичалковском и Большейгнатовском районах. И первые нарушители не заставили себя долго ждать. В России профилактическое мероприятие у нас проходит «Безопасный район». И на городовой тормозной, и на этом тормозной. А что, тонированные ездите? Машина не своя, труска в город надо будет. Ну, зима, темно уже, и летом темно, нельзя. Машина не моя. Всего за несколько часов рейда инспектора ДПС выявили 55 нарушений правил дорожного движения. И большинство из них были связаны с чрезмерной тонировкой стекол. 32,9. И что? Менее 70% светоподпускаемости. 32, а... Должно быть 71, тогда это нормально, а у вас 32. Несмотря на выписанный штраф, практически все автолюбители устраняли нарушения на месте. Тоже считаете, что тонировка – это вред и злое? Я не знаю. Ну, мешает же в темноте видеть пешеходов, например, в темное время суток. Как вот вам кажется? Были и такие водители, которые ездили по району вообще без документов. Сейчас привезут, допишите. Что снимаете, девушек? У меня все есть, у меня все отлично. А почему тогда вы без документов ездите? Документы у меня все есть. И всегда было. А где у вас водительская? У себя. Где? В кармане. Покажите. Не буду показывать. Потому что у вас его нет. Ну, вы так определили, есть или нет. Ну, покажите, раз есть. Зачем показать? Я сейчас покажу. На всех нарушителей дорожные полицейские оформили административные материалы. Как ответили в КИБДД, безопасный район продолжится в ближайшее время. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия». Спасибо. Спасибо.